Здравствуйте! Сегодня 13 июня и очередной обзор с нашего стрипсячего дома. Так все немножко выглядит. И давайте начнем с этого края. Это на самом верху стоит стриптокарпус. Старый, добрый наш, нежность. Спустимся вниз. Здесь некоторые сеянцы. Вот это огромный. 2552. Здесь всякая красненькая. И я вернусь к красному сейчас, чуть позже. Так, ну тут у нас процесс идет. Давайте я вам покажу вот этот желтенький. Вы знаете, на мониторе он не желтый. Вам остается поверить только, что на самом деле он очень желтый. Вот посмотрите на мою фотографию. Я выставлял этот стриптокарпус. Вот он реально сверх желтый. Это 2741. Вот, к сожалению, я и раньше говорил, что фотоаппарат Nikon желтый цвет убирает. Вот, убирает здесь еще желтенькое. Вот такой шапочный. Я тоже на фото его показывал, поэтому вот такой сеянец отобрал. Тоже он очень желтый, но у меня на мониторе он вообще не желтый. Вот, ну совершенно не желтый. Вот даже, я не знаю, может быть, как-то нужно ставить с другим цветком, чтобы он желтый показывал. Ну-ка, интересно. Нет, не показывает. То есть баланс белого убирает желтый. Ну, что ж. Вот, тоже желтый, но показывает фиолетовый. Ладно. Здесь рулеточка, фитюлька. Большой белый, крупный. Тоже вот у меня тут идет селекция, да. Цветоносы длинноватые. Длинноватый цветоносы. Хочется вывести очень хороший белый, крупный, огромный. Вот это огромный чисто белый. По-моему, даже пока запах не чувствую. Не знаю, пахнет или нет. Но цветоносы, посмотрите. Розетка хорошая, все хорошее. Ну, посмотрим, что у нас будет. Да. Так. А вот тут у меня полочка красненьких. Так, вот есть у меня очень хороший красный. Это Дива. Сверхкрасивый цвет. Сверхмахровый. Все, вот все супер. Но розетка слабенькая. Также есть у меня более темный красный. Это мое сердце. Мехерц. 2444. Тоже у него все шикарно. И розетка нормальная. Но длинноватый цветоносы. Вот, посмотрите, какие цветоносы. Сейчас покажу. Поэтому мы работаем, мы работаем. Вот тут у меня стоят уже сеянцы, которые, как бы, вот, например, и махровый, и темненький, и с пигментом все хорошо. Хорошо. Вот. Ну, не такой крупный, как мое сердце. Но работаем. Вот, неплохой сеянец. Тоже огромный. Полумахровый. Вот, видите, тоже мы работаем. Дальше. Огромные цветки, кстати. Вот еще сеянец. Посмотрите, какой он светлый. Да? Светлый. Давайте я покажу. С дивой сравним. И вот они с дивой чем-то похожи. Цветом. Вот этот даже теплее. Вот. И розетка неплохая. Смотрите, какая розетка. Аккуратненькая. Самоформирующаяся. Вот тут вот бутончики растут. Вот. Ну, посмотрим, понаблюдаем. Давайте я номер скажу. Мне самому интересный. 2627. 2627. Ну, не такой махровый, как дива. Но мы будем работать. У него есть пестик. Он не стерильный. Поэтому мы можем его продолжать опылять. Что у него прекрасно. Это смотрите, какой офигенный, классный цветонос. И цветок держит вверх. Не опускает вниз, как дива. Ну, дива опускается, потому что она огромная. А цветонос недостаточно мощный. Поэтому опускается. А тут цветонос. Ого-го. Шикарный. И можно продолжать работать. Так. Фаблоус. Это идеальный сорт. Кстати, в предыдущем видео у меня кто-то спрашивал, а какой законченный сорт? Назовите законченные сорта. Вот Фаблоус. Я не могу сказать, что я правильно называю, произношу. 2459-й. Это законченный сорт. У него всё идеально. Пигмент. Цветоносы. Насыщенность цвета. Стойкость пигмента. Розетка. Всё в нём идеально. Размножается хорошо. Тёмный лист. Ну, вот всё на пятёрку. Я считаю этот сорт вполне законченным. Также я считаю законченным сортом это Лав. Вот этот ароматный наш сорт. Он полумахровый, иногда бывает махровый. У него тоже всё шикарно. Хорошие цветоносы, хорошая розетка. Всё у него пучком. Тут молодое растение. И он ещё не показывает. Здесь это молодое растение совершенно не показывает свой потенциал. Но если вы посмотрите мои фотографии, то вы увидите, что этот сорт просто сказка. Так, ну вот этот вот тоже, видите, такой лососевый цвет. Это 2469. Хороший цвет, хороший цветок. Но розетка вот чуть что не так, у него сразу начинается краевой некроз. Мне это не нравится. Также я считаю хорошим сортом, можно сказать, даже законченным, это рулетку... Представляете, я забыл. Как же она называется? Афродита. Афродита. С длинными листьями. Ну и что? Да, вот сорт с длинными листьями. С длинноватыми. Хотя розетка, я не назову её крупной. Это скорее средний размер. Может быть даже больше к полу-мини. Но это хороший, хороший сорт, я считаю. Чао, как же ж этот сорт называется? Смотрите, я забыл. Как называется этот сорт? Песня из фильма «Карточный дом». Чао. Вот вылетела из головы. Просто вылетела из головы. Ну что, давайте посмотрим на старый, красивейший, прекрасный сорт «Радость XXL». Кстати, это всего лишь два цветоноса. Да, это два цветоноса. Смотрите. Один цветонос, второй цветонос. Давайте я вам его поверну. Посмотрим, какой красавчик. Красавчик. Вот ещё цветок моё сердце. Красивый, да. Здесь у меня стоят рулеточки. В этом году у нас будут несколько сотен рулеток. Я думаю, больше тысячи будет рулеток. Мы наконец-то умеем делать рулетки с вероятностью выхода больше 30%. Раньше это было меньше 0,1%. Сейчас это больше 30% в посеве мы можем получить рулетки. К концу видео я покажу полку наших сеянцев, рулеток. И там выход. Поэтому рулеток много, сеянцев. Будет из чего выбирать сорта. Здесь густомахровые фиолетовые. Вот этот я показывал на видео. Хорошая розетка, компактная. На видео и на фото я его показывал. Я сейчас назову номер. 2707. Посмотрите, какая компактная розетка. У него цветок больше розетки, можно сказать. Смотрите. А какие цветоносы? Ну, размер. Ну, реально. Вот мой палец, да. А тут цветонос. Ну, больше, чем полсантиметра толщина. И вот жирный какой растёт. В общем, прекрасный. Мне всё хотелось фиолетовый, густо, махровый и на хорошей розетке. Ну, вот. У нас была пандора. Но пандора и розетка имела проблемы. Она вдруг ни с того ни с сего могла раз и вырождаться, и дохнуть. А вот это вот всё пучком не вырождается. Листики растут последовательно. Так что я думаю, что это будущий новый сорт. Замена пандоры. И я думаю, что это тоже будет сорт законченный. Вот рядом ещё стоит чуть-чуть оттенок другой. Но розетка тут. Тут тоже хорошая розетка. Можно даже увидеть по краю листа пигментированная фаваноидами. Вот. Ну, пока не знаю. Вот ещё тут. Вот. Так. Ещё хочу показать один законченный сорт. Это хороший мальчик. Идеальная розетка. Идеальные цветоносы. Идеальные цветки. Всё на пятёрку. И что-то даже на пять с плюсом. Он, по-моему, ароматный. Мне кажется, что он ароматный. Ну-ка, я нюхну. Ну, сейчас я не чувствую запах. Но мне кажется, что ароматный. Вот две розетки. Вот две розетки, да. Вот он будет свисти. Вот этот цветок уже, видите. Нужно его обломать. Он старый уже. Вот. Это у нас прародитель махровых рулеток. Наконец-то у нас начали получаться махровые рулетки. Вот один из кандидатов, который сейчас я усиленно опыляю. У него стабильные махровые цветки рулеточные. Это 2571. Он хорошо цветёт. У него на цветоносе больше 10 цветков всегда. Вот. До 20 цветков может быть на цветоносе. Цветоносы длинноваты. И у него не очень хорошая розетка. Розетка очень слабая. Легко переувлажняется. В общем, мне не нравится. Поэтому мы работаем. Поэтому название я ему не дал. Потому что минусы у него тоже есть. И значительные минусы. Но для селекции это прекрасный кандидат. И в принципе, как промежуточный вариант. И вообще, даже для коллекционеров, вполне-вполне интересный экземпляр. Я всем советую его иметь. Дальше. Что тут всякое красненькое от того. И в этом году у нас удар на фантазийники. Вот. И, наверное, будет нескромно сказать. Но я скажу, что диметрисовские фантазийники лучшие не потому, что мы выбираем фантазийники, а потому, что мы выбираем из фантазийников. То есть, мы получаем много-много фантазийников-сеянцев. Вот тут у нас целая гирлянда. В этом году у нас уже десятка три получено. А фантазийник получить сеянец сложно. Потому что это примерно 1-2% получается только фантазийников посеве. Без фантазийных посевов. И вот представьте, для того, чтобы получить, например, 30 сеянцев фантазийников, это нужно вырастить 3 тысячи примерно, да, несколько тысяч. И потом уже из них выбрать лучший. То есть, если мы получили фантазийник и выбрали просто фантазийник, ну, это, ну, да, фантазийник. Но для того, чтобы получить фантазийник, хороший, нужно иметь то, из чего выбирать. И здесь поможет только ВАУ. ВАУ. Ну что ж, я вам покажу некоторые фантазийники, которые я отобрал, за которыми я наблюдаю, и которые, может быть, пойдут дальше в размножение. Мне прикольно интересен вот этот вот. Кстати, вот фантазийник. Это же тоже фантазийник. Но вы просто не видите, что это фантазийник, потому что он практически черный фантазийник. Но это тоже фантазийник. И он у нас является прародителем множества фантазийников. В том числе и вот этих, которые стоят на этой полке. Мне нравится вот этот фантазийник. Очень нравится. Да, он не крупный. У него цветочки примерно 5-6 сантиметров. Но у него прекрасный пигмент. У него мини-розетка. У него мне нравится. В нем открытость лепестков. В общем, мне он нравится. Я пока не называю номера. Это, я считаю, пока не нужно, потому что отбор они еще не прошли. Мне нравится вот этот фантазийник. Потому что у него сверх темный пигмент. У него красный пигмент. Вот. И тоже как бы вот... Но мне в нем не нравится вот эта вот форма цветка. Она как бы не открытая, вот как вот у этого. И вот у этого. И вы знаете, вот этот мне... Видите, лепестки тут округлые. И мне почему-то они нравятся больше. Дальше идем. Я пробегусь по фантазийникам. Ну, тут вот пока рядом огромный. Вот отобрал такой вот просто огромный. Реально цветки больше 10 сантиметров. Ну, вот стоит пока. тут простенько тут простенько 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 вот это тоже фантазийник но он сейчас не цветет вот это тоже фантазийник от села не цветет и вот он уже пойдет в брак потому что видите розетка истощается может быть там и цветы и красивые но зачем она мне надо это сорт уже это deep purple это номер сейчас скажу 2515 вот вот видите какой пигмент у него шикарненький шикарненький вот этот я точно буду размножать хороший пигмент название потом позже дам вот этот пойдет в брак ну и покажу на данный момент победитель всех фантазийников да я скажу номер 2704 прекрасная розетка не истощается самоформирующиеся отличные цветоносы цветки не сказать что крупные они крупные но они не огромные они размер сейчас примерно 8 9 сантиметров но у него ярчайшая фэнтези вот сверх ярчайшие фэнтези просто огонь вырви глаз кстати может быть я и назову его так вырви глаз скандальное название кстати кто хорошо знает английский вы можете мне подсказать как на английском будет название вырви глаз пусть не дословно пусть по смыслу но предложите мне пожалуйста название для этого стриптокарпуса пусть она будет вызывающим потому что стриптокарпус действительно вызывающий и от мимо него не просто не пройти идем дальше вот неплохой фантазийник и я вам скажу его номер потому что я его буду размножать это 2594 у него хорошая розетка он очень темный цвет идет затемняется краю лепестка и у него яркая фэнтези фэнтези мелкая но она очень очень яркая поэтому я его тоже буду размножать вот это тоже фантазийник вот и вот там вот у меня стоят фантазийники которые я отбраковал и вот вот это тоже фантазийник и вон фантазийник видите кстати видно да вот светлее темнее вот то что наверх я поставил это то что надо выкинуть вот у меня тут наверху стоит то что короче пусть то пусть пусть постоит потом выкинул иногда жалко выкинуть поэтому зачастую я ставлю наверх вот потом выкидываю как-нибудь нравится мне вот этот стриптокарпус очень нравится эта звезда это будет замена ультре хорошая розетка номер две тысячи шестьсот сорок девятый что мне в нем нравится это мне нравится в нем светлый голубой цвет но он конечно не идеально голубой он он светло бирюзово голубой так вот тут еще вот это хорошая звезда темная огромная сверх огромная она вырастает до 10 сантиметров вот звезда вон звезда но отвратительная розетка поэтому никуда она не пойдет вот здесь вот у меня такой стриптокарпус стоит у него я вот чувствую я вижу у него есть гены которые нужны для получения крестатных сортов вот в нем ничего но вот я его держу для селекции пересадил вот такой вот чего его пересадила в нем есть пыльники мне для селекции хороший цветоносый прекрасная мини розетка вот чистый белый цвет вот но конечно же вот если сравнить его вот с этим это вообще красавчик это у нас две тысячи пятьсот девяносто третье вот кстати его он детка завалился смотрите вот цветоносов так много что завалились они завалились он не завалился он перекосился цветоносов много и розетку просто вот наклонили вот так вот ну давайте вот так покажу красавчик идем дальше так ну там наверху тоже то что надо выкинуть вот у меня тут много чего всякого кстати вот тоже вот 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 давайте приближу тоже такой пятнистый ну и вон там 50 звезда пятнистые вот а вот это вот это я уже поставил наверх вот как вы думаете что это такое вот такая дрянь да отвратительная а вот это то что я называю промежуточный стриптокарпус вот в этой гадости есть гены которые необходимы для получения махровых сортов вот поэтому у меня вот такое она стоит мало того в нем хорошие хорошая розетка вот низкие цветоносы гены махровых сортов хотя он не махровый обратите внимание он совершенно не махровый вот но у него хорошие цветоносы гены хороших цветоносов хорошая розетка есть гены формы звезды пиворик вот поэтому вот это вот стриптокарпус который гадость редкостная но с точки зрения селекционера просто сверх необходимый вариант который я оставляю который у меня имеет номер 2700 14 да вот 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 еще у меня красненькая ну разорванная уже но тоже для селекции разорванная я не а я смотрел есть ли в нем пестик какой пестик в нем стерильный или нет и оказалось что пестик стерильный и вот все короче делать с ним нечего так еще один фантазинчик здесь у меня стоят некоторые кандидуски вот кстати еще увидите вот промежуточная форма вот вот посмотрите вот такая розетка сверх черная темно темная видно да что она вот вот на фоне разницу вы видите такой цветок он там даже пестик не видно потому что он сам пестик черный вот и вот он меня видите он у меня пыляется он у меня в работе в работе ну что ж вот мы добрались до беленького который имеет компактную розетку низкие цветоносы стерильный вариант ни пестиков ни тычинки тычинок нет махровый пестика нет потому что форма селиванчик вот такой вот но я его буду размножать потому что белые нужны он по моему пахнет он чуть-чуть пахнет 2653 вот я буду размножать красивый беленький это не махровый это рулетка это рулетка 2328 у него есть название я его продаю я его держу и я с ним работаю я беру у него пыльцу для опыления вот я даже держу вот такой сорт это акварель а держу я его потому что у него идеальная розетка у него просто сумасшедшая идеальная розетка просто идеальнейшая вот не на 5 она 6 вот по педибальной системе у него розетка на шестерку ну что я обещал показать вам рулетки сейчас покажу вот такие у меня тут рулетки которые я сверху снял некоторые из которыми пока не знаю что делать вот такая пришивенькая есть красненькая видите полумахровые рулеточки вон у меня стоят рулетки которые надо выкинуть вот тут у меня все т.д. т.д. так иду наверх кстати вот это тоже рулетка видите такая так вот здесь вот у меня некоторые рулетки несколько палетов рулеток так раз два три три вот рядом со мной три палета точно рулеток почему я знаю что это рулетки а потому что вот видите вот одна из рулеток это лена пикирового и вот три палета это рулеточные посевы дальше идут посевы звезд до звезд вот туда туда всякие в перемешку красные там какие-то но вот это в общем это рулетки вот смотрите видите темный цветонос это уже будет не рулетка то есть это посевов будет этот синиц рулеткой не будет этот зацветет рулеткой видите светлый цветонос светлый цветонос будет рулеткой будет рулеткой будет тоже рулетка и вот у нас процент рулеток тут больше 90 процентов это вообще сверх вот это вот не рулетка 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 да тут она просто белая да вообще белые каймы по краю не видно толстой широкой да но это точно рулетка вот 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 рулетка в общем мы научились делать рулетки с высоким выходом рулеток и будет чего выбирать потому что я каждый день уже выкидываю штук 5 рулеток которые ну вообще гадость вот например вот эту придется выкинуть вот эту тоже мы выкинем вот ну а вот здесь вот я я уже показывал да вот здесь вот я отобрал отобрал ну чтобы вам показать вот например я отобрал мне хотелось посмотреть заинтересовал вот такой край как бы рифленый да вот это вот отобрал думал насколько будет темная потому что зацветало очень темным синим цветом сейчас она посветлево это же бутиль пойдет вот это интересно зацветало и мне все было интересно как она расцветет какой будет но вот к сожалению вот она не раскрывается это рулетка и вот она не раскрывается на полу махровая видите внутри махрушки и вот тоже не знаю что с ним делать вот такая какая-то форма цветка посмотрите вот с обратной стороны да мы глянем не фокусируется такие вот ты дым такие какие-то вот странные такие вот штуки у него видите с обратной стороны вот лепестки они как бы он типа хочет быть и рулеткой и хочет быть ирюшастым и в то же время есть у него какие-то вот зачатки осы и вот получается вот она все в комплексе и получается вот не знаю что с ним делать я наверное его оставлю потому что у него интересные гены и может быть в другом каком-то сочетании с другими генами может может что-то добыть что-то добыть может интересное поэтому я его оставлю я его оставлю так вот ну в общем то все давайте на сегодня все вот еще что а вот кстати фантазийник в утиль пойдет просто вообще никакой да покажу-ка я вам вот этого бегемота это файверс бомб посмотрите какой у него цветок у него цветок сантиметров 15 вообще с ума сойти огромный фиолетовый вот такой отцветает я его подвязал шипун цветок вообще это самый огромный цветок из всех махровых сортов файверс бомб номер я давайте вам скажу его 2390 он не выдерживает никакой цветонос у него не выдержит интересно взвесить но вот этот цветок уже отцветает и не опадает видите он он уже как тряпочка да и до сих пор держится ну реально сверх махровый и 15 сантиметров в диаметре так ну все закруглимся да подписывайтесь на наш канал я буду делать такие вывозки в наш септокарпусовом дом буду рассказывать о ходе ходе селекции вот тут тоже свете сеянцы это не основная теплица где мы выращиваем сеянцы сеянцы мы выращиваем в другой теплице вот просто это полка раньше вот это использовалась для размножения поскольку я сократил размножение то есть мы продаем сейчас меньше но потому что по украине ничего не продать да у нас не то время чтобы кому-то что-то можно было продать в основном на заграницу сейчас работаем поэтому вот эта полка сейчас используется тоже для сеянцев вот вообще-то сеянцы мы выращиваем в другом помещении но зато есть вам что показать вот например видите кого это красненькие посевы и вот это пять дюймов опылялась и пока что пока что все уступает пока что да но крупная и всякое такое но ничего лучшего не получилось и вот такой просто красненький а кстати смотрите а вот какая прикольная рулеточка да и вот рулеточка кстати и вот вот рулеточка полумахровая начала распускаться я ее отберу посмотрим что с ней будет вдруг будет гипермахровая и ну в общем я думаю в этом и следующем году у нас вот тоже кстати рулетки вот рулетка вообще только по краям смотрите вот со 100 только по краешкам вот ну как-то так отобрал я вот этот цветок пересадил ну 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 как-то вот никак как-то никак тут что-то будет мощное махровое ладно не хочешь не надо тут фантазийник стоит ладно все на сегодня все до свидания забыл показать вот этот цветокарпус сеянец смотрите стоял в другой теплице среди бегоний это номер две тысячи шестьсот двадцать пятый посмотрите какой качанчик баланчик такой сверх махровый сверх махровый невысокие цветоносы прекрасная розетка вот еще один бутон растет вон там он тоже есть хорошая розетка вот я доволен это тоже будущий сорт это будущий сорт ну-ка пахнет нет вы знаете я не чувствую чтобы он пах просто прелесть сверх красивый вот просто красавец огромный реально огромный больше девяти сантиметров точно и у него огромнейшее количество лепестков еще раз повторю номер 2625 я его пересадил 30 марта вот в этом горшке он сидит 30 с 30 марта это полтора месяца да ну вот вот так вот не знаю еще пока рано пересаживать будущий горшок но я думаю что вот сейчас вот он в девятке сидит и думаю что десятка это максимально для него это компакт прекрасный посмотрите какая розетка но по цветки ну просто вообще красавец